Здравствуйте! Это «Экспертное мнение» на ТСВ. Сегодня у нас в гостях депутаты Госдумы России. Мы с ними встречались весной, тогда они были кандидатами, они обещали приехать и вот выполняют свое предвыборное обещание. В студии «Экспертного мнения» у нас сегодня Марина Аргеева и Андрей Горохов. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, собственно говоря, хотелось бы сразу же сказать спасибо за то, что приехали. Ну, действительно, обещали. И вот приехали. Это ваша первая региональная неделя, да? Что такое региональная неделя? Ну, это неделя, когда мы работаем только в регионах. Три недели идут заседания Государственной Думы, комитеты, работа в Москве. И вот эта неделя первая региональная. И буквально несколько дней мы работали в Калининграде, а вот три дня работаем в Приднестровье. Действительно, это уже в статусе депутата, поэтому мы встречались со своими активистами, которые работали в период выборов, их благодарили. Мы встречались, проводили прием в своей приемной, которая возобновила работу. И мы надеемся, что будем полезны жителям Приднестровья в решении тех или иных вопросов. Ну, честно говоря, у нас впервые в наших многолетних общениях с депутатами Госдумы в контактах, что сразу после выборов в первую региональную неделю к нам приезжают избранные, да, уже не кандидаты, а уже депутаты. Почему вы приехали к нам? Ведь все-таки Калининград в несколько раз больше, чем Приднестровье, и ваша основная масса избирателей там. Наверняка, как бы и внимание, наверное, с вашей стороны больше должно уделяться калининградским избирателям и их проблемам. Но, тем не менее, вы здесь, Андрей Юрьевич. Вы знаете, мы очень довольны результатом, который Приднестровье дало в результатах выборах. Бедрачане проголосовали очень активно. И, конечно, мы обещали приехать, и мы выполняем свое обещание. Но это поблагодарить всех, кто принял активное участие, и возобновить работу приемной. Ну, приемная как запустилась, так и работала, насколько я понимаю. Ну, с августа месяца она и продолжала работать, да. Ну, она не работала в активной фазе, да. Но сейчас уже мы определились, как будет работа, чтобы люди привыкли к этому месту. И вот прием, который мы провели, показал, что есть те вопросы, о которых мы говорили в предвыборный период. И мы в Государственной Думе под руководством Сергея Ивановича Неверова, который тоже избирался в Государственную Думу, имея часть избирательного округа в Приднестровье. Поэтому вот сейчас систематизируем эту работу под его руководством для того, чтобы эти обращения в наши органы исполнительной власти по решению тех или иных вопросов, связанных с гражданством, с выплатой пенсии, мы могли уже на уровне заместителя председателя Государственной Думы обсуждать и решать. Вы вчера встречались с президентом Красносельским, во время этого визита уже успели. И там как раз тоже говорили о группе преднестровских депутатов. Насколько те проблемы и вопросы, с которыми вы встречаетесь и сталкиваетесь на встречах с избирателями, совпадают с теми проблемами, о которых вам говорил президент Красносельский, общаясь с вами? Вы знаете, вот я могу сказать, что предвыборный период у нас тоже была с Вадимом Николаевичем встреча. И когда мы уже после встречи с президентом шли в коллективы, то вот это, конечно, очень такое приятное ощущение, что президент практически до мелочей знает проблемы людей. И еще в тот период предвыборный мы говорили о взаимодействии для того, чтобы их решать, потому что они большая часть решается в Москве. Поэтому вот, мне кажется, знание президентом настроения населения, каких-то вопросов системных, мне кажется, что это очень важно. Это такая связь руководства республики с людьми, простыми людьми, которые ежедневно сталкиваются, может быть. Поэтому вот мне очень важным кажется, что принято решение в увеличении количества работников посольства в Кишиневе, в Террасполе. В ближайшие вот буквально несколько недель начнет более активно идти работа. Поэтому мы надеемся, что и то, что нам говорил президент, и с чем приходили люди, особенно в части гражданства, продление паспортов, это сейчас будет в более быстром темпе. Это можно соотнести именно с вашей фразой, сказанной на встрече в Бендерах о том, что вы уже начали работать и многое начали делать. Вот это вот расширение штата сотрудников консульства. Но я хочу сказать, еще раз подчеркнуть, что от Приднестровья, по-моему, 7 или 8 депутатов Государственной Думы к своим округам имеют территорию у каждого свой город. И вот то, что сейчас создана такая рабочая группа под руководством Сергея Ивановича Неверова, мне кажется, это вот как раз статус решения проблем, он увеличивается. И мы имеем возможность уже на более высоком уровне не каждый обращаться с вопросом. По итогам этого визита вместе с Артемом Викторовичем Туровым, уже не первый раз избранным в том числе от Приднестровья, сейчас готовим информацию, будем с Сергеем Ивановичем встречаться для того, чтобы, как вот этот вопрос, о котором мы обсуждали, и многие другие, выходил уже на плановое решение. Для зрителей поясним, что Сергей Неверов в данный момент заместитель председателя Госдумы. Да, безусловно. По поводу работы посольства и консульского пункта, сейчас он совсем закрыт, потому что в Москве локдаун, и, соответственно, поскольку они подчиняются московским законам, у нас тоже закрыт консульский пункт, хотя с точки зрения ковидной, может быть, и мог бы работать. Но вы говорите, что, возможно, после открытия будет работать совсем по-другому. Но будет увеличено количество сотрудников, это даст возможность более быстро оформлять документы. Есть достаточно простое оформление, продление, когда не возникают вопросы. Есть вопросы, когда в семье у одного есть гражданство, у второго нету, здесь уже нужно более внимательно разбираться. Но самое главное, что с того визита мы поняли, что просто количества сотрудников не хватает в Кишиневе. Здесь даже если прием осуществляется, то оформление идет в Кишиневе. Поэтому мы очень надеемся, что в том числе и с нашими обращениями, нашими, все-таки этот вопрос сдвинется. И вот это количество, которое называлось порядка 18-20 тысяч, это вот в период полугодия. Мы очень надеемся, что это будет двигаться. А можно маленькое такое уточнение? Вы можете каким-то образом сдвинуть вопрос по поводу электронной записи в консульство? Если я не ошибаюсь, очень многие жалуются на то, что практически невозможно записаться даже для того, чтобы... Чисто техническая проблема, видимо, существует. Но мы же сами понимаем, если сейчас начнут записывать, то это количество будет людей расти. Поэтому надо сейчас то, что еще не сделано, сделать и дальше войти в нормальный ритм. Вот, насколько мы поняли, еще в тот визит люди очень дисциплинированы. Они заблаговременно подавали документы и рассчитывали, что это своевременно будет сделано. Но обстоятельства и ковидные, да, и количество людей, работающих в посольстве, было незначительным. Но мы знаем, что список «Единой России» возглавлял наш министр иностранных дел. Поэтому это с особым вниманием сейчас принято к реализации. И мы надеемся, что мы вот эти трудности преодолеем и войдем в нормальный режим предоставления и продления паспортов, и выдачи российского гражданства. Мы отслеживали информационные ленты российские. Там было сообщение о том, что вы встречались с представителями МИДа. Артем Викторович очень... Артем Викторович очень... Да, он является сегодня заместителем председателя комитета по... В том числе и нашим соотечественникам. Поэтому вот это нам дает возможности, Сергея Ивановича, возможности, что мы эту ситуацию будем держать на контроле. Насколько я поняла, преднестровская фракция, да, она пытается всеми способами решить вот эти вот проблемы, которые очень часто озвучивают на приемах наших граждан. Ну вот у меня вопрос, Андрей Юрьевич, а что-то было неожиданное в этих вопросах? То есть понятно, в этот приезд, да, всегда говорят о том, что проблемы с получением гражданства, какие-то там социальные есть, фигурируют вопросы, аспекты... Ну иногда просто помощь нужна людям там. Вы знаете, мы встречались с обществом слепых, мы были на производстве, это неожиданно было, да, что так работает, что 400 человек там практически работают. А меньше, конечно. Да, мы встречались на приеме с людьми, которых для меня это новое было, это неполноценно обеспечиваются дети-инвалиды здесь, которые и гражданство, вопрос, это продолжает быть. Я знаю о том, что уже усиливается консульская служба, мы знаем и на комитете по здоровью, я вот по охране здоровья говорили и в социальном комитете у Марин Дуарны, это и вакцинация, дополнительные вакцины должны поступить в течение двух недель, порядка 100 тысяч доз. Ну эти 100 тысяч доз, на самом деле, мы ждем еще с сентября, наверное, с последнего визита президента в Россию. Тогда тоже российские коллеги обещали эту вакцину, но пока, к сожалению... Да, к сожалению, не хватает вакцины еще и во всех регионах. Не во всех наших регионах сегодня, да, но мы понимаем важность вакцины здесь, поэтому все обращения... Количество заболевающих у нас огромное просто, количество, это полмиллиона жителей Приднестровья, там 600 заболевших, там много. То есть в вопросе ускорения поставок тоже ведется работа? Ну будем надеяться, что вот эти две... Я еще раз хочу подчеркнуть, да, вот может быть слово для нас не очень такое нравится, лобби, да, но вот мне кажется, что как раз вот эта рабочая группа, которая возглавляет Сергей Иванович в статусе заместителя, председателя Государственной Думы, нам придает уверенность, что многие вопросы мы сможем быстрее решать. И любой наш приезд сюда, и мне бы не хотелось, что это, знаете, какой-то вот праздничный приезд, нет, мы хотим здесь работать и быть полезными людьми, они поверили в единую Россию, они поверили в нас, поэтому очень хочется, чтобы то, о чем уже говорили, мы двинулись, и с появлением новых вопросов мы их также ставили, и, конечно, что-то от нас не зависит, мы тоже это понимаем, но нам бы не хотелось, чтобы то, о чем мы говорим, мы обсуждали вот на этой рабочей группе, когда был визит председателя Верховного Совета в Государственную Думу Коршунова. Да, и вот как раз эта встреча была под руководством Сергея Ивановича Неверова, и вот мы определились, что мы сейчас вот этой группой будем периодически встречаться, и каждый ведет свое направление, Андрей Юрьевич будет вести направление здравоохранения, я социальную сферу, то есть мы вот такое небольшое лобби в Государственной Думе по продвижению решения вопросов, которые возникают в Приднестровье. Андрей Юрьевич сказал про общество слепых, вы знаете, вот это, наверное, тоже очень интересная тема, потому что это не просто какая-то там жалоба, да, руководство общества ищет варианты, как можно трудоустроить людей, но мы их называем у себя с безграничными возможностями, да, незрячие, они ищут возможность работы, поэтому мы сейчас тоже постараемся им помочь какие-то помещения запустить в строй. Андрею Юрьевичу принято решение помочь, и это, наверное, позволит им еще привлечь своих людей для работы, для того, чтобы они могли зарабатывать, и чувствовать себя полноценными, да, людьми, поэтому вот такие встречи, наверное, они особо будут полезны и нам, и людям, потому что просто выслушать, да, уже во многом известным вопросам, это одно, а здесь вот как раз возможность, в том числе, может быть, и привлечения местных предпринимателей. У нас в Калининградской области был период, когда мы очень активно, ну, сейчас это уже как стало традиционным, не во всех магазинах, но делаются полки, полки добра, насколько мы понимаем. Да, и люди, приходя в магазин за какими-то товарами обычными, они подходят к этим полкам и покупают продукцию, денежные средства идут в организацию, то есть это не просто какая-то материальная помощь, да, это труд людей, которые свою продукцию выставляют, и люди многие покупают, чтобы поддержать тех, кто этот труд делает. Есть возможности каких-то там, ну, если какая-то продукция интересна, аукционов, поэтому вот мне кажется, что мы, не только решая частные вопросы, да, должны еще найти вот возможность какого-то сотрудничества, какой-то вот поддержки, может, каких-то в том числе идей для людей, которые готовы... Идея, идея, и, собственно говоря, попробую соединить это с лобби, это вопросы, которые всегда озвучивают в общем списке, это использование материнского капитала. Как вариант использовать материнский капитал, направить его на обучение? Мы уже это обсуждали. А есть еще другие варианты, вот рассматриваются они или нет? Какие именно? Хотя бы с одного надо начать. Да, давайте хотя бы с одного обучения. Мы говорили о том, что здесь, на территории Приднестровья, работает учебные высшие заведения, которые аккредитованы в России и имеют... обучение идет по российским программам. Да, регулярно, каждые шесть лет оно аккредитуется, вот только-только недавно опять аккредитовались. Есть вопросов и есть, чтобы была возможность использования в том числе материнского капитала для обучения здесь, чтобы, получив образование, молодежь оставалась в республике. Поэтому это тоже вопрос, который мы вот и на той рабочей группе задавали. Сейчас будем встречаться с председателем комитета по образованию в Министерстве высшей школы для того, чтобы каким-то образом сдвинуть это с мертвой точки. Ну и что касается здравоохранения, мы тоже вот с Андреевичем в ручном режиме занимались, но очень важно, наверное, количество квот. Вот на этом приеме приходили родители детей с ДЦП, и реабилитационные центры в России, к сожалению, тоже не во всех регионах, но может быть, как-то увеличить квоту для деток с Приднестровья, чтобы они могли проходить реабилитацию, потому что для такого заболевания очень важна регулярная реабилитация. Поэтому вот комитет Андрея Юрьевича уже сейчас... Ну вот, кстати говоря, Андрей Юрьевич, у нас в Дубосарах функционирует, недавно буквально открылся большой центр, построенный для реабилитации детей. И, насколько мы знаем, этот наш центр, он сотрудничает с различными российскими центрами. Насколько возможно расширить сотрудничество? Центры мы построили за последние вот несколько лет, да, два-три года, открылись и в Тирасполе, и в Дубосарах. Чего не хватает, я думаю, нашим специалистам, это общение с специалистами России, более продвинутые технологии, новые методики обучения, возможно, какие-то программы существуют. То есть, как бы, само здание уже есть, люди в нем, великолепные люди есть. Еще бы побольше информации, потому что медицина не стоит на месте, когда постоянно появляется что-то новое. Какие-то программы, может быть, какие-то готовятся по здравоохранению, что вы скажете? Вы знаете, реабилитация, это вообще как направление, но раньше его не было в России. И это новое из направлений, на которое сейчас уделяется очень много времени. У нас двухкомпонентная такая система здравоохранения, там лечение, там отсутствует реабилитация. И вот сейчас это очень важный фактор, потому что как раз реабилитация позволяет вывести людей на новый уровень здоровья и комфортной жизни. Поэтому, я думаю, что, конечно, есть возможности. И обмена опытом, и возможности. А то, что касается, я прошу прощения, а то, что касается вашего визита в общество слепых, собственно говоря, Марина Эдуардовна сказала, что вами было принято какое-то решение. А какое решение? Нет, ну там вопрос, конечно, недофинансирования. Это вопрос сейчас приведения некого в порядок помещений, которые там... Ну, производственные центры. Первого этажа, да, хотя бы первого этажа. Требуют деньги. Я оставил эти деньги в приемной. Они должны подготовить документы, проверить все. Мы даже с президентом говорили об этом. Какую помощь можно было бы оказать? Им поддержка нужна, даже не разовая помощь. Знаете, у нас еще в этот раз была такая миссия, на мой взгляд, тоже очень интересная. Мы в прошлый визит с коллегами привозили аптечки первого оказания первой медицинской помощи в школы. А в этот раз, вот Андрей Юрьевич, мы все приняли решение о поставке таких аптечек с первой медицинской помощью в дошкольные учреждения. Во все дошкольные учреждения больше 170 аптечек Единая Россия привезла. И вот буквально вчера мы их передали в штабе общественной поддержки Единой России в Тирасполе. И были представители дошкольных учреждений города Бендеры. И вот то, о чем вы говорили по обмену опытом, мы как раз буквально там несколько минут поговорили и договорились, что сегодня такие технические возможности, что можно, не выезжая из своего региона, быть на связи. И я вот планирую, что сейчас предыдущий депутат, который представлял Приднестровье, Алексей Николаевич Силанов, он сегодня вице-мэр города Калининграда, курирующий в социальную сферу. И я думаю, что мы сейчас наладим такие онлайн-семинары по дошкольному образованию, школьному. Но здравоохранение, к сожалению, сегодня в такой экстремальной обстановке работает, поэтому в основном все учреждения работают с ковидом, поэтому, наверное, сейчас не получится. А вот уж касается школьного, дошкольного образования, я думаю, в ближайшее время мы сможем с коллегами организовать такой телемост, который позволит рассказать об опыте работы дошкольных учреждений, школьных Приднестровья, а мы поделимся своим опытом, потому что у нас тоже есть очень интересные направления в деятельности, поэтому я думаю, что в ближайший месяц мы такой телемост сделаем. Как насчет онлайн-приемных? Не обязательно же сюда приезжать? А мы такое решение приняли, что раз в месяц будет онлайн, а когда мы будем приезжать, это будет уже очный прием. То есть можно будет с вами встретиться, не выходя из дома, любой Приднестровья с ваш избирателем, в определенные дни, по определенному электронному адресу? Нет, я думаю, что это будет или телефонная связь, или скайп, чтобы люди могли видеть или слышать. В режиме ежедневном будет сотрудник там, который будет как помощник Андрея Юрьевича работать, принимать. Но иногда людям хочется поговорить с самим депутатом. Им кажется, что помощник что-то там недозапишет. Может забыть. А когда он сам уже говорит, ощущение, что он все рассказал, это нормально и это правильно. Когда вы приезжали до выборов, мы говорили о том, что президент Путин подписал распоряжение или указ о том, чтобы выплатить определенным категориям граждан, пенсионерам деньги. В связи с ветераном, в связи с ковидностью. В общем, в последнее время это неоднократно в России делается. Тогда наши пенсионеры спрашивали, а мы же тоже граждане России, тоже хотим получить. Что продвинулось в этом вопросе? Попадает ли в Приднестровье в подобные программы? И в ближайшее время кто может рассчитывать на выплаты? Вы знаете, это решение было принято до того, как мы об этом начали говорить. И я думаю, что если этот вопрос даже поднимать, то он должен касаться всех соотечественников, не только Приднестровья. А это большой круг людей, поэтому надо думать, как с этим вопросом обсуждать. Но решение уже было принято по гражданам России. Недавно Путин по блокадникам принял решение. И там было указано, что Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия попадают... Ну вот видите, значит, движение есть. И мы об этом, конечно же, будем говорить в профильных комитетах Госдумы, с органами исполнительной власти, министерствами, для того, чтобы наши соотечественники и в Приднестровье, и в других республиках чувствовали поддержку России, в том числе и материально. Вопрос у меня такой. Если будет онлайн-приемная, вы сюда приезжать-то будете? Да. Ну, еще раз, мы обязательно будем приезжать. И, знаете, наверное, периодичность сейчас очень сложно сказать. Но мы можем рассчитывать, что в следующую региональную неделю кто-нибудь... Следующую нам трудно сказать, но прием онлайн точно будет. Раньше было две региональных недели у депутатов, там, не седьмого, а шестого созыва. И, конечно, было больше времени. Сейчас одна региональная неделя, и мы практически здесь. Как я уже говорил о том, чтобы благодарить всех, мы очень ценим участие в Приднестровце. И вот я завтра лечу сегодня в Москву, а завтра в Калининград. У меня своя акция там, мы тоже выручаем, мы смотрим, ну, одноразовую посуду в больнице, в красные, в горячие зоны. И там тоже дело. Мы здесь рассказали об этой идее, здесь она тоже воспринята. И будем продолжать. Но я думаю, что, может быть, какой-то там, я не знаю, чат создадим, чтобы люди могли онлайн к нам обращаться. Не только приходить по адресу, кто-то же и ограничен в движении. Поэтому мы будем искать какие-то и современные формы, чтобы вот эта связь с жителями Приднестровья была постоянной. Конечно, они должны понимать, что депутаты, которым они оказали доверие, как мы искренне благодарны за такую поддержку, но мы понимаем, какая мера ответственности на нас лежит в решении тех вопросов, о которых мы говорили. Конечно, штат помощников сейчас у нас есть возможности больше, чем у кандидатов. Поэтому мы здесь его начинаем реализовывать. Мы уже полноценно закрепили здесь и помощника, и приемную. Профинансировали это все, безусловно. И сейчас мы с частным визитом приехали, потому что это не командировка. И в ближайшее время, мы надеемся, в декабре прилететь как наблюдатели за выборами президента. У вас важное государственное событие. Для нас тоже это очень важно, потому что стабильное развитие республики. И, вы знаете, я уже в прошлый раз говорила, мы влюбились в этот край. И вот когда я сейчас летела, у меня не было ощущения, что я только второй раз лечу. У меня было ощущение, что это что-то уже в моей жизни такое совершенно привычное. И еще раз поразила чистота в городах, цветы кругом. Я даже фотографировала, хочу своим коллегам в Калининграде показать, с какой любовью здесь вы создаете атмосферу уюта, добра. Поэтому, конечно, выборы президента – это очень важное событие в республике. Очень хочется, чтобы сохранилась стабильность, уверенность в завтрашнем дне. А президент всегда является гарантом. Поэтому нам тоже очень важно, чтобы республика развивалась, и сотрудничество с Россией, и дальше двигалось. Ну, смотрите, вот вы встречались с Вадимом Красносельским на днях. Как вам кажется, его общение с вами с кандидатами в депутаты и уже с депутатами поменялось? Ведь теперь мы, президент в том числе, имеем право перед вами ставить вопросы и требовать результата. Почувствовали ли вот эту перемену в отношении к вам? У вас статус стал выше, статус стал официальный, серьезный. Как это изменилось? И требования серьезные. Ну, и требования, да, соответственно. Ну, знаете, мне кажется, президент, он гарант того, что происходит в республике. Поэтому мы в период предвыборный были честными, да, и говорили о том, что какими-то проблемами мы впервые услышали. Но я не могу сказать, что мне там Алексей Николаевич или Александр Георгиевич не говорили. Но это одно, когда дело ты слышишь, да. А когда ты погружаешься, приезжаешь и сталкиваешься, даже пусть там 3-4 дня, когда мы здесь находимся, это все равно по-другому воспринимается. Вот даже тот же прием. Иногда даже, вы знаете, сердце сжималось. Тяжело, но тем не менее, да. Поэтому мне кажется, что Вадим Николаевич в депутатах и в том числе и кандидатах, он возлагает большие надежды, чтобы в решении каких-то вопросов мы вместе с ним, может быть, в Москве где-то двигались. Потому что он, мне кажется, любит Приднестровье и делает все, чтобы здесь сохранить и развитие, и новые рабочие места, и все, что связано с качеством жизни. Поэтому мне кажется, что это человек, для которого Приднестровье – это служение людям, его жизнь. Вадим Николаевич, он разносторонний человек. Мы вчера, встречаясь, беседовали на теме исторического наследия Приднестровья. Он очень увлечен этой темой. Мы договорились о том, что я познакомлюсь с ВГТРК, с вашими коллегами, канал истории Денисов Алексей. Я финансировал когда-то фильм «Русская Пруссия» про Калининградскую область и присутствие там России. И здесь я для себя вновь увидел о том, что и Суворов, и многие наши исторические деятели, и Воронцов. Вот у нас сегодня будет мероприятие «Бюсс» открывать. И мы договорились, что я привезу эту команду сюда, и задачи будет ставить сам президент. Ну, у нас любят историю. Но мы тоже можем снимать хорошие фильмы, если что. Вы знаете, на самом деле, мне кажется, что одно дело любить историю, да, знать ее, а второе – вот это сохранять. Потому что историческую эту основу, если ты не помнишь, что было в прошлом, очень сложно жить в настоящем, и тем более думать о будущем. И вот День народного единства – это праздник, который и в России отмечается, и я знаю, праздничный день в Приднестровье. И это как раз, наверное, те основы, крепы нравственных ценностей, которые очень важны, когда ты помнишь свою историю, когда ты сохраняешь эти традиционные ценности. И самое главное, что республика живет в мире, работает, несмотря на все трудности, которые есть. Ну что ж, будем надеяться, что так она и будет жить, работать и преодолевать все трудности. Да, спасибо вам большое за то, что нашли время заглянуть к нам в студию. Обязательно вас ждем в ваш следующий визит, и надеемся, что проблемы приднестровских россиян вы поможете все-таки решить. Это была программа «Экспертное мнение». Сразу же после нас смотрите новости на ТСВ. Редактор субтитров А.Семкин